Беларусь Очень рада, что в прошлом году на Великой Холге я с ними познакомилась. Итак, я приглашаю Бериндеев, это семья Горячевых. Выступать будет Андрей. Андрей Горячев, так? Значит, поприветствуем их, и я думаю, что мы не знаем, почему вы их сегодня. Добрый день всем. Тот, кто заходит на форум, все нас знают под ником Бериндея. Пчел мы вводим в таких вот кассетных павильонах. Вот сейчас мы вам покажем, в общем, такой вот так навесный фильм, для того, чтобы вы хотя бы поняли, что это такое. Потом мы расскажем про свои технологии и про свою пасеку. На сегодняшний день пасеку у нас сейчас в зиму отправили около 600 семей. Пасека находится в Крюрской области. То есть это места, будем так говорить, с не разным сельским хозяйством. То есть у нас нет посевных культур. И сейчас, в принципе, все зарастает привезом. То есть у нас идут только стихоросов. В нем идет только стихоросов. Ну, вообще, мы подходим к пчеловодству. Вот как-то, наверное, не так. То есть я давайте начнем вот так. Сейчас идет фильм, я буду рассказывать о павильонах. Это основная позиция, на которой, в общем, мы делаем. Пчелы зимуют в таких павильонах. Павильоны-чемпионы. То есть они состоят в павильонах. Это, в принципе, термос. Термос, да? Где поддерживается определенная температура. То есть пчелы зимуют в этом павильоне. Вот это павильон на 48 семей. То есть поддерживают определенную температуру. И будет, чтобы это было бы сказываться на их вести деятельности. То есть вот у нас первая операция, которая проходит после зимовки. Это чисто доник. Вот видите, у нас, да? Это у нас набывает в павильоне святого павильона. Вот подмор. Там мы чистим доник. Пчелы вышли из зимовки, облетелись. И после облета одна из первых операций – это чисто доник. Я скажу, что на пасеке работает, в принципе, один пчеловодец-поморчиков. То есть они успевают, обеспечивают все чистые процессы. На сегодняшний день в пасеке в основном уже практически занимается сын. Ну и, в общем-то, я ему помогу. На откачку меда мы, естественно, приглашаем людей, потому что это будет отдельный процесс. И здесь тоже будет видно. То есть в основном все операции проходят без контакта с пчелой. То есть мы делаем технологии такие, что ни мы пчелы не беспокоят, ни нас пчелы не беспокоят. Порода пчел, которую мы используем – это кармика, немецкая селекция, маток. Исходный материал мы берем от рауша, который, наверное, нравится, да? И впоследствии выводим своих маток. Как говорится, происходит доник. То есть здесь проходит такой цикл работ, который проходит на пасеке. То есть сейчас уже ранняя весна, поступают первые взятки сына, и мы уже подставляем, то есть на развитие семей, и поставляем уже медовые корпуса для получения майского меда. Это одна из основных продукций, которые мы получаем у себя в Крымской области. То есть еще даже на юге пчеловоды не успевают получить мед. Мы уже в июне месяце, в начале июня, мы производим первую качку меда. Первую качку майского меда, который, в принципе, востребован. То есть вот видно, он был ставлен. То есть ставится разделительная решетка, ставится медовый корпус. Этот медовый корпус состоит обычно четыре рамки вощины, четыре рамки суши. Технология работы в павильоне мы вообще поставили перед собой задачу не просто получения меда, или обычно какого-то другого пчелопродукта. Мы поставили себе задачу получения дохода. То есть доход с одного павильона должен составлять не менее полумиллиона рублей. Вот, в принципе, ставится такая задача. В момент весеннего, будем так говорить, весенней работы, мы поставим также в домные пульсисбольники, тоже собственные конструкции, которые позволяют нам собирать немаловажный, как говорится, достойный продукт, это пульсисбольник, который очень востребован. Ну, так как у нас семейная пасека, здесь участвуют и внуки. То есть все идет. Они тоже давно принимают участие в этих работах. Пасека состоит на сегодняшний день из одиннадцати павильонов. В этом году мы запускаем еще шесть павильонов. То есть задачу поставить на этом тачке, поставить тысячу семей. И дальше в дальнейшем масштабироваться уже в другом районе. То есть вот такие, в общем-то, у нас половины. Также мы производим эти павильоны и на продажу. Сейчас у нас существует проект «Пасека под ключ». То есть мы берем курирующие проекты, где основой пчеловодства является также вот этот инструмент, наш павильон. То есть производим обучение людей, поставку павильонов, поставку пчел. То есть организацию полностью пчеловодных промышленных пасек. Такие пасеки у нас сейчас существует пять проектов. Это Тюмень, Смоленске, такая пасека будет в Владимире, Екатеринбурге. То есть люди те, которые хотят заниматься в основном, это люди, которые, будут так говориться, имеют большое количество земли. Либо приобрели ее, либо они занимаются там сельским хозяйством и параллельно своим хозяйством и хотят использовать еще и дополнительно получать такое продуктное доход. Ну вот здесь вот фотографии, то есть как мы работаем. В 8-м годах павильоны позволяют получать практически все виды пчеловодных продуктов. То есть видно здесь, что здесь мы также выращиваем маточники для получения маток и маточного молочка. Это наш, можно так говорить, нюклювесный парк для облета маток, облетный пункт. То есть это пенал, то есть опять же он вставляется в кассету, да? И в кассеты, опять же, не вынимая кассету, не вынимая, не тревожая пчел, мы таким вот образом можем доставать и, так говорится, ставить маточники на выращивание сиденья. Дальше маточники идут в семью воспитательницу либо в инкубатор и после инкубатора на облетный пункт. Немаловажная, будем говорить, часть прибыли это получение отводков или пакетов. То есть таким образом мы делаем. То есть у нас зимуют в стояке две семьи. После постановки медовых корпусов и в начале от мая, то есть где-то 5 числа, с 5 мая мы начинаем делать пакеты. Пакеты мы берем с верхних корпусов, то есть из стояка один пакет. Хвосты с верхней семьи через разделительную решетку мы ставим вниз и ставим сверху еще медовый корпус. Тем самым делаем такой медовик. То есть мы продали пакет, сделали медовик и, естественно, параллельно еще получаем пыльцу. Где-то числа 25 мая, когда наступает уже везде роевой период, мы нижнюю семью убираем. У нас остается хвост от верхней семьи, то есть практически готовый отводок. Туда мы подсаживаем молодую матку, а нижнюю семью убираем наверх, на противоположную сторону. Так же ее делим, получая отводок, либо продавая пакет, либо впоследствии под замену матки. В июне месяце у нас такой малозяточный период. К началу июля, то есть к основному взявку, эти семьи уже входят в нормальное состояние, то есть набирают силу и участвуют в основном медагоге. Вот, в принципе, весь технологический процесс, который мы используем на сегодняшний день. В этом году, правда, мы попробовали технологию содержания пчел на одной кассете, на 8 рамках. То есть на 8 руковских рамках мы содержим гнездо, полностью гнездо. Но это возможно только при том, что если мы устанавливаем пульсосборник. То есть пчела не успевает забивать пульсовой рамки. Тогда, в принципе, матки хватает для развития и, в общем-то, не происходит ни роевого состояния. То есть у нас без роевого содержания пчел, спасите максимально, что у нас улетает. Ну, два, три, как говорится, роя. Ну, это погрешность, я думаю, что полгода затронует. Вот таким образом мы отбираем мёд. Скорость отбора мёда, то есть мы где-то в течение часа отбираем около тонны мёда вдвоем. Вот, вот, показан отбор майского мёда. Ну, это вот сейчас будет перед главной взяткой. То есть я вам сказал технологию, то есть мы заменяли маток, получили майский мёд, получили пакет, получили пакет. И вот сейчас у нас павильонный грунт такой вот перед главным взятком. Это, то есть ЮН-10. То есть вы видите, вот начинаются цвета в кипре. То есть это в нашей зоне основной медосбор, медоносный арбит. Вот состояние роста семей. То есть семей гнездовая часть плотно обсижена и сверху две мёдовые кассеты. Вот работаем. Мы только корпусами, то есть порамочная работа у нас практически исключена. Мы её производим только при составлении пакетов, то есть при отыскании маток, при продаже пакетов. Основные все операции происходят кассетами. То есть кассета, ну вот там в коридоре находится вот эта кассета. Вес пустой кассеты всего 430 грамм. То есть всё облегчено до минимума. То есть физические нагрузки, ну и практически всё. И операция, все операции и технологии сделаны таким образом, что, в принципе, человек, не имеющий понятия вообще в пчеловодстве, так говорится, показав ему эту операцию, он делает это на всём побережье. То есть это тоже, в принципе, здорово и успешно пользуются при больших, не так сказать, при большой счет, он спросит. То есть мы берём человека, можем сказать, этот ящик ставишь сюда, этот сюда, и уезжаем. Приезжаем в Координационный директор. Таким же образом мы включим вот эти у нас новые проекты по пчеловодству других пчеловодов, которые развиваются. Павильоны очень мобильные, то есть здесь есть основа. Они стоят на таких, можно так говорить, опорно-подъёмных механизме. То есть с помощью простых домкратов павильон может подниматься на высоту до 180 см. Под него может заходить любое транспортное средство, опускается, привязывается ремнями и поехали. То есть погрузка павильона составляет 15-20 минут. Через 15-20 минут павильон готов к импортированию. Вот с чем это хорошо? То есть многие у нас делают павильоны прямо на готовой платформе. Но так как сейчас идёт усиление, борьбы, как говорится, за правила движения на дорогах, эти все самоходные устройства, будем говорить, самоходные павильоны, их тяжело регистрировать. Их надо зарегистрировать, пройти техосмотр, то есть если регально нужно сопроводить. Здесь павильон перевозится как груз, как чемодан. У него не требуется никаких документов, кроме, ну если там просто сельсовета, там качество, это твоя собственность. Вот таким образом мы производим отбор мёда. То есть происходит выдувание пчевы с медового храма. И вставим машину, то есть за час мы отбираем вот эти 48 кассет. То есть, например, верхний фокус, верхний фокус отобрали, увезли на откачку. Откачка у нас тоже стоит на таких же охранных устройствах. То есть она имеет тоже транспорт, может быть мобильным быть. То есть мы её можем перевозить. Сначала была задумка перевозить к каждому павильону, но потом решили просто делать центр какой-то, чтобы логистика была, дали 10 километров подвоза рамок. То есть мы её отобрали, 10 километров привезли и откачали лёд. В откачке у нас стоит финское оборудование и производительность откачки у нас где-то 800 тонн на смену. Два человека. Это кормушки для закормки, подкормки пчёл. То есть мы видим, они опять тоже устанавливаются без контакта с пчёлой. Поместительность этой кормушки 5 литров. В основном мы эти кормушки используем для закормки пива в зиму с сахарным сиропом. Ну и также весеннюю подкормку. Правда весеннюю подкормку мы больше используем кальди. То есть это зимняя и раннюю весеннюю подкормку, где используются кальди. Которые, в принципе, мы делаем сами. Процесс, конечно, тоже немножко трудоёмкий, но пока другого выхода мы не видим. Вот так у нас пчеловодики тоже помогают папе. А что это за кормушки? Из чего они сделаны? Это простые контейнеры пищевые. Простые пищевые контейнеры с двойным дном, будем так говорить. Где пчела не тонет. То есть пчела по каналу проходит вниз, берёт сироп и уходит обратно внизу. То есть это довольно удобно. Это у нас уже второй вид кормушки, второй образец. Поначалу у нас была использована немножко другая тара. Но, в общем-то, довольно-таки удобно. Это удобнее, чем. Её хорошо хранить. То есть эти ведра оставляются друг к другу, то есть занимают мало места. Их удобно мыть. Их удобно мыть. Вот. У нас остановились на таких вот павильон готов к закорме. То есть это уже сентябрь месяц, начало сентября. Мы каждый павильон даём им закормку зиму где-то около 15 литров сахарного сиропа. Сахарного сиропа пчелы складывают практически в непосредственной близости Афганистан. И первое, что они зимой потребляют, это вот этот сахарный сироп. Почему мы даём сахарный сироп? Не зависимо от того, что есть ли у мёздок мёд. Только из-за того, что мы живём в лесной зоне и у нас существует павильон. То есть состоится в присутствии павильон. Оно присутствует. То есть вот видно, да? Вот это вот все, будем так говорить, опорожнения на павильоне. Это сказывается павильон. И для того, чтобы уменьшить его воздействие на пчелу, приходится добавить сахарный сироп. При подготовке земли, то есть когда наступают уже, будем так говорить, стабильные, пониженные взятки, по нижней температуре, павильон закрывается вот такими щитами. Щиты нужны для чего? В первую очередь для того, чтобы не тревожили синицы. То есть птицы, дятые синицы, не тревожили пчел. И второе, то что это много заметили, чисто экспериментально. То есть между павильоном, щитом и направляющими досками образуется такой колодец. Вот этот колодец работает как инжектор. То есть снизу у нас холодный воздух и сверху он выходит. То есть происходит дополнительная вытяжка сырого воздуха. Это очень характерный гнезд. Мы зимой с открытыми витками. Вот таким образом мы можем видеть состояние запасов кормовых. То есть зимой мы с фонариком проходим, просматриваем состояние гнезд и состояние семей. Тоже это удобно. Это постановка канди весной. То есть канди мы даем в таких вот ванках. Вот видно, да, как пчела забирает канди. То есть это где-то ради весна, это март месяц, февраль. То, что мы просверливаем в потолоченных вот это отверстие, оно потом заделывается пленкой, либо ганеманкой, кстати, кусочкой ганеманской решетки и используется в дальнейшем для частичного осверотения семей при подсадке маток, при выводе маток. То есть это тоже определенные технологии, которые мы, в общем-то, используем. Погрузка. Вот это, конечно, очень старая карта, но мы тоже вам показали в принципе принцип погрузки этих февралью. То есть тоже, в принципе, незаменимый, то есть не нужно квалифицированного труда, то есть не привлекается подъема транспорта на какие-то оборудования. Это простые домкраты, которые можно приобрести в любом автомобильном магазине. В течение 20 минут все это грузится на автомобиль и поехал. Здесь сейчас он будет показан, что в принципе можно погрузить его на любое. Если у нас забирали эти павильоны, мы на сегодняшний день подозвели более 200 таких павильонов. Они у нас работают по всей России, начиная с Дальнего Востока, даже есть в Украине. А в Белоруссии? В Белоруссии пока нет. В Белоруссии мы приезжали две каких-то крупных фирмы, которые хотели заказать по 10 павильонов, но пока заявки от них не поступило. То есть они приехали, им все понравилось, но что-то у них там не срастает, не знаю. Сейчас идут переговоры наши опять с Украиной. Там организуются, хотят организовать большую пассику на этих павильонах, но весь вопрос, как перевести через границу. Вот сейчас как раз выйдутся переговоры по этому поводу. Не надо было привлечься. Вот видите, у нас уже опять пошли какие-то политические пчелы вне политики, ребята. Самое главное, что приезжая к чинововоду, мы никогда не затрагиваем политику. Мы никогда не затрагиваем вопрос о политике. У нас договор заключен с советовцами. Перевести, не перевести, невозможно. Литва заказала нам павильон. Вот они как-то умудрились договориться с границ Евросоюза. Перез этим делаем. Какая масса загружена павильона? Что? Какая масса загружена павильона? Ну, нам в основном выпускают на 48 семей. С пчелами транспортируется где-то 3,5-4 тонны. Пустая. Вот этот павильон ушел в тюмень вместе с пчелами. И вот мы его заседили пакетами, отправили его в тюмень. И в тюмень он получил с этих пакетов около первого пчела меда. Таким вот мы перевозим вот таким образом, то есть на простой тюмень. Вот, кстати, павильон, который ушел на Украину, это было еще 7 лет назад. Сейчас они сделали по подобию еще два таких павильона. И, в общем-то, успешно работают пчелорусские. Можно перевозить на ТАМАЗах. Погрузочная высота павильона, разрешенная, это рассчитано так, что разрешается для перевозки по федеральным трассам в России. Ну, я думаю, что и Беларусь это. То есть, вот этот павильон ушел у нас в Крым. Тоже ушел с пчелами. Мы думали, как он будет перерещать на пароме. Еще страшно, пропустили нормально. То есть, просто закрыли плитки, все бы интересовались, что там уйдет. Ну, это было вообще, конечно. Ну, нет, доехал, хорошо. А если, да, в общем-то, в табликтуру. То есть, если, именно, существует, ну, так, договор, на сегодняшний день просто у нас не хватает вообще, где-то покупали продавать и свою пасечку не продавать. То есть, мы иногда даже пользуемся, закупаем пакеты, либо отдаем адреса, где взят пакеты, которые хотелось бы промокнуть. А это надо? Ради Бога. Стоимость, базовая стоимость павильона, базовая стоимость павильона на 48 семей – 480 тысяч, а то без дополнительного оборудования. То есть, это сам павильон подъемно-транспортное устройство, полностью оснащено кассетами, потолочными и пищей. Все остальное оборудование, оно продается как дополнительное оборудование. Это кассеты, это ивановские решетки, то есть, сборники, кормушки. Это делается дополнительной платкой. Вот таким вот образом у нас происходит пролеивание пыльцы. То есть, мы тоже, будто так вот, только начинаем. Это вот первые кадры. Сейчас, например, это все усоверденство. Мы просто не взяли с собой. Не засняли. А это первые такие пробные грифчики, которые нужно, как бы, обрабатывать сейчас вот. То есть, пыльца проходит этап обслуживания. Потом идет инкубационный период. То есть, две недели пыльца отжит. И там все эти, как говорится, яйца, звучков, моли и так далее, они развиваются, превращаются в личинку. При этом, через две недели, мы эту пыльцу ставим на заморозку. На сутки выразили. Пыльца промораживается. То есть, все эти личинки замораживаются, погибаются. Потом это ставится. Опять сушилку. Пыльца посушивается и потом пробеивается. После второго проверивания, пыльца готова к продаже. То есть, там уже не может находиться личинка, которая, в принципе, разорвется. Или, может, это продать для дратон. Для дратоничного продажа. Вот видно, что у него мюса вот так выходит. Очистка пыльца ссыпается. Вот, то есть, ну, как я упомянул, то есть, задача состоит не просто получить мед, а получить доход с павильона для себя, на следующий день мы поставили это 500 тысяч. Ну, в принципе, наверняка может быть эта планка поднять на 150 тысяч. То есть, в различных регионах эта планка может меняться в зависимости от медоносной базы. У нас довольно-таки скудная медоносная база. И, как ни странно, основной медосбор у нас происходит это весенний медосбор, майский медосбор. Это медосбор сыр. То есть, если, по большому счету, мы в среднем берем обе, где-то в мустине, так, со стояка будем так называть, со стояка. Где-то по 30 килограммов меда, курицу и пакет. В дальнейшем, если мы это, в мае, получили, в дальнейшем все идет, так сказать, в области. Вот это количество продуктов нам хватает на нормальное существование и развитие. Вот сейчас мы увеличиваем свою пасеку и, в конце концов, будем масштабироваться. То есть, разработаны технологии. Сейчас мы разрабатываем технологию и опробовали технологию содержания семьи на одной кассете. То есть, на восьми лутовских рамках. То есть, гнездовая часть находится на восьми лутовских рамках. Но здесь сразу ставится условие, чтобы был обязательный пыль сезон. Потому что иначе просто пчелы забивают пергой и матками от лисей. То есть, если мы отбираем пыльцу, если мы отбираем пыльцу и даем, в общем-то, пчеле столько, сколько нужны для развития, то, в принципе, на это все проходит вполне достойно. То есть, и пчела разбивается. Сейчас вот шейтокомат при новой технологии. Сейчас эту технологию мы полностью будем делать в этом сезоне. То есть, переделываем мы будем делать и переделывать все пыльоны. Пыльоны, то есть, пыльоны будут теперь уже с тремя большими литками под установку. Сейчас два литка. То есть, по две семьи стояки, то сейчас будут делаться по три стояка. Это вот такой сушильный шкаф. В этом сушильном шкафу одновременно можно сушить где-то более 100-150 килограммов. А тены у вас какого размера? Что? Тены, которые используются, здесь полтора киловатта. Температура сушки? Температура сушки где-то около 40 градусов. 35-38 градусов. Иногда мы сушили при температуре 50 градусов. Но вообще поможено 38-40 градусов. А тены расположены пыли внизу? Внизу. А выпадение конденсатора на тенге? Что? А выпадение конденсатора на тенге? Там не бывает конденсатора, потому что весь четвертый воздух уходит через верхние отверстия. Перемешивание процесса сушки происходит? Что? Перемешивание колесы в процессе сушки. Нет, мы ее не перемешиваем, так как они находятся на сетке. То есть, если вы видите, это сетка внизу. То есть теплая воздух проходит, просушивает и переходит в верхние отверстия. То есть, сам из мастер-дика, да? Да, это Ива и это Ванюшов. Немалый доход, в общем-то, по коммерческим отководствам. То есть, мы тоже занимаемся, вам так говоря, под производством маток. То есть, у нас приезд сорока девяти слов. Ну, вообще, положено сушить не более сорока градусов. То есть, ну, это опять кадры, будем так говорить. Сейчас, одни из первых кадров. То есть, мы не снимаем как-то деньги. Это одни, кстати, пробуют любительство. То есть, мы снимаем, восстановим все, как мы работаем, как мы пока не работаем. Вот. Что еще можно сказать? Так, ну, да. Теперь, давайте мы расскажем вам про организацию... Ну, фирма пускай показывает. Про организацию пасек. То есть, на пасеке у нас работают... Ну, в общем-то, чисто пчеловодством занимается сын, ну, ябро, кто-то я. Вот и вдвоем чисто пчеловодством занимается. Так, что у нас есть люди, которые занимаются строительством павильонов. Это в основном в зимний период. И на охлаждениях, как привлекаем еще на 5 павильонов. Это тоже там 2-3 человек. Это происходит очистка рамок. Очистка рамок пустической соды. То есть, рамки очень быстро дезинфицируются, очищаются от воска и также от всех остатков пчеловодства. То есть, мы видим, что рамки довольно-таки чистые, которые впоследствии обсушиваются, то есть, согнуты и выступают опять на работу. То есть, чистый сок не промывается? Нет, ну, там стоит второй, который, вторую, будет так говорить, еркость, где промывается живота. Вот, пчелы, в общем-то, нет разницы, пчела идет, что на такую рамку, что на новую рамку идет одинаково. То есть, мы не видим и не замечаем разницу, чтобы пчела не шла на рамки после обработки. То есть, существует вот такая кассета, да, металлическая, куда складывается. Вот видите, да, здесь даже опомощенная рамка есть, все это закладывается. Такую кассету нажимается и... Огнем не промывается. Что? Огнем не промывается. Понимаете, мы сторонники, мы лодырим. Мы не делаем лишней работы. Это же проще. Согласитесь. Зачем огнем обжигать? Ну, это не быстро, это не быстро. Вот видите, он пришел поставить, стоит, по-куриться, когда нужно обжигать. Он ее сейчас немножко прополоскает и высадит. А там это он сразу заложил двенадцать рамок там. Двенадцать рамок он сделал за две недели. Вы обожгите за две недели и точно вы выскривите все. Потому что не просто же надо обжечь, а еще и от добытия. Так что все это трудоемко. То есть все процессы мы предусматриваем, чтобы как можно меньше было затрат. Трудовой затрат. Вот, в чистой воде это все, она уже не чистая, но, в общем-то, периодически это меняется, споласкивается. Потом насушивается и приступает в эту доброту. В год мы меняем где-то около пятидесяти процентов суши. Пятидесяти процентов суши. Что это нам дает? Во-первых, это здоровье пчели. Во-вторых, это мед. Правда, на сегодняшний день мы не видим достойных прессов, воскопрессов или другого оборудования, которые мы могли бы применить. Мы сейчас пока работаем по старой технологии дедовской. Развариваем сырье. Потом это всходящее сырье мы отжимаем. В общем-то, это трудно. Очень много в этом сырье остается воска. Но, пока у нас вот такая штука. И, в общем-то, есть вот таким формам, под печем. Мы пытаемся только найти какие-то, хотя бы небольшие клубицы, которые мы могли бы использовать для себя на пасеке. Также мы делимся своим опытом, как мы вводим все. Это что? Это отводки. Да. То есть существует в этом году, не только в этом году, мы пробовали сделать отводки боевые. Что это такое? Это брали пять рам расплода, одну формовую и, в общем-то, формировали это павильон. С такого отводка мы получили две кассеты меда в среднем, в каждой кассете по 30 кг товарного меда и, как говорится, пчела, которая идет в зиму. То есть вот такие отводки были. То есть бывает павильон, за счет сохранения тепла, имеет хорошее быстрое весеннее развитие пчелы. То есть пчела у нас развивается гораздо быстрее, чем в отдельно стоящих улиц. Здесь у нас нет фильма, где мы сделали такое сравнительное сравнение, как идет развитие в павильоне и развитие в отдельно стоящих улиц. И потом мы перешли на конструкцию павильонного типа. Первый павильон у нас был на семь рамок, а кассеты сейчас на восьмирамочных кассетах. Вот Антон сейчас просто показывает, мы уже показывали, нам задавали вопросы. И мы с ними, в принципе, ведем свой видеоканал в Ютубе. И у нас будет 300 роликов, где мы показываем, как мы, в принципе, работаем на своей пассете. Это создание отводков, то есть из семьи забирается часть расхода. Ну и этот отводок уходит у нас на недавно. Это такой, будем так говорить, это импровизация. Обычно мы этим не занимаемся. Это продает близко. Если было свободное время, было свободное поверьезы, мы решили это сделать. Также мы делаем сборные отводки. Сейчас, в прошлом году, вот эти сборные отводки, они у нас ушли в зиму, то есть мы их делаем 28 июля. Туда посадили аутских маток и довольно серьезные эти отводки ушли в зиму для весенней продажи. Вот сейчас я говорил, что будет содержание пчелы на одной кассете. Вот как раз вот эти отводки, то есть в старике мы поселили 3 вот этих аутских отводок. После зимовки и весной мы два из них продадим. И опять хвосты объединил в медовик. И таким образом продолжим, в общем-то, свое пчеловодие, получение пчеловодины. Пасек у нас, сейчас на сегодняшний день, у нас 11 павильонов. Павильоны находятся друг от друга на расстоянии там килограмм в 5 километров. Вот, мы еще раз говорим, что у нас они работают только на дикоросах. На дикоросах, правда, в этом году мы пытались засевать, но большого результата мы не увидели. То есть светение фацелия и синяка у нас попали на плохую погоду. И, в общем-то, каких-то достойных результатов мы не увидели. Наверное, решение будет принято таким образом, что мы не будем заниматься созданием медоносных конвейеров, а просто будем чисто увеличивать нашу пасеку. То есть чистость павильона будет увеличена. И за счет прогрессивных таких вот технологий, простоты обслуживания, можно получать определенный доход. У нас тут много точковой пчеловодины. То есть мы периодически, у нас есть возможность перевозить павильон. То есть мы сказали, что это павильоны мобильных. У нас тут много точковой пчеловодства. Но вообще на юге пчеловоды, которые используют эти павильоны, они качуют. Качевки там до 300 километров. На Дальнем Востоке в этом году, вот у нас в прошлом сезоне тупил павильон, уже в этом сезоне он получил с него, то есть они их перезимовали. То есть за счет павильона у него, они очень хорошо перезимовали. Потому что в районе Дальнего Востока было температура минус 50. Он сказал более двух недель. А вот пчелы выдержали. А счет павильона очень быстро раскрутились. И он достойно работал на химпе. Вот. То есть у него, как он говорит, приехали на Липу. То есть мы поддерживаем связь со всеми своими покупателями. Вот и общение, они делятся информацией. То есть это тоже у нас некоторые есть кадры в Ютубе. Приехал на Липу. Встал на Липу. Липа в этом районе ничего не давала. За 100 километров ему позвонили, говорят, дает Липа. Он тут за 20 минут собрался, нанял машину. То есть просто эвакуатор. Просто эвакуатор загрузил. Приехал. И поведел по 40 килограмм у Сибири. При помощи. То есть вот это говорит, в общем-то, о мобильности вот таких вот. Такого оборудования. Что еще вам сказать? Знаете, вы видите, человек сидит, да? Если вы заметили, как мы мед снимаем, мы тоже, как бы, сняли. Мы все время примем нога. То есть переноска таких тяжестей, в общем-то, нам позволяет работать. Если вы заметили, павильон устанавливается на высоту. То есть когда я снимаю, я его ставлю на пол, а Антон поднимает с пол, то есть поведел, стоит тоже на той высоте, где ему не надо эту кассету поднимать. Он прислоняет себе, несет на стол, выдывает и ставит ее в машину. Так как нам приходится это все далеко носить, маршу там три метра, то есть, что физические нагрузки, конечно, не магические. А что сломается? Не то, что приезжает. А вот где вот эти пленки, где вот эти пленки, что я сам? Практически, практически ничего. Ну, это, за все время эксплуатации мы сломали по-моему, 10-ти пассет. Ну, и кто это, в общем-то, я считаю это по-своему. А так, в общем-то, нет ничего. Единственное, что... Состояние павильонов после 12 лет эксплуатации. Интересно, как мы попали его покажем. Нет, ну, это просто тот павильон, который не здесь разрушил. Нет, ничего не ломается. Я вам так просто держать. Вот ничего, нет. А вот приходил, если царь не ломает, один из больших людей, которые используют наши павильоны. Вот, то есть, возможность применения павильонов и применения там различных технологий, получения, как бы, достойного количества различных пчелопродукций, в общем-то, позволяет неплохо существовать даже в нашей простой области, где пчеловодством практически уже нужно заниматься. Так, вот это вот, такая вот пакет-кассета. То есть, это тоже одна из последних разработок, вот так же, ноу-хау там, можно так сказать. Она применяется для перевозки пчелосемей, пакетов, ну, для транспортировки в другие павильоны. На сегодняшний день у нас уже, мы предлагаем на продажу уже не просто пакеты, а вот такие пакет-кассеты. то есть, весной пчела уходит, просто, как бы, покупатель приходит, говорит, хочу вот это, вот это и вот это. Вынимаешь, закрываешь и, как говорится, отдаешь. Там, в этих пакет-кассетах, провели, как говорится, зимовалая марка, августовская, в основном, бывает и юмские. Вот. То есть, это, вот, еще один из битов, будем так говорить, получения дохода с пакетами. То есть, мы не ставим задачу получения максимального количества меда с семьи, что, в общем-то, все рекомендуют, все сразу начинают, сколько вы получаете из семьи. Ну, плохо ее знает, ну-ка, мы считаем это все рублевым привалением. А каким образом мы это получаем? С продажи пчел, с получением пыльцы, с меда, с маточного молочка, в общем-то, все вкусно. Вот. Все зависит от того, какие существуют закаты. Так, это вот, что связано с примерами. У нас там еще время, да? Для выступления. Есть. Вопрос. Не гонит, значит, есть. А? Не гонит, значит, есть. Не гонит, значит, нет, да? Вот. Ну, в принципе, тогда мы можем выслушать ваши вопросы, если у кого существует. Вот. Вот. Мы всех, в общем, мы приглашаем к себе на пасеку, у нас всегда дверь открыта, у нас в каждой деревне что-то бывает. Вот. которые мы можем сами потрогать, пощупать, все руками даже поработали в этом павильоне. Вот. Это вот у нас такой дневник, дневник пасеки. Дневник пасеки в основном, вот такими вот, можно сказать, зашифрованными вещами мы ведем свой дневник. То есть, на каждый павильон, на каждый павильон у нас ведется вот такой дневник. То есть, это вот, вам показано то, что сверху была подсадка матоков, отводок, то есть, вот идет, 3.2005-го, это был сделан отводок, вверху была, после подсадка маток, матки, и после того, как матку приняли, ее опускают в гнездо, и на этом, как говорится, все операции, которые происходят на пасеке, мы задоносим вот такой журнал. Естественно, мы не ведем журнал, как комендую, сколько какая семья принесла мед, да и так далее, мы считаем, что это, ну, в общем-то, лишнее. Это, в основном, журнал ведется для того, чтобы знать очередность церапоты, которую нужно проводить на пасеке в павильонах. Этот журнал очень удобен для, вот так вот, для задания помощники пчеловода. То есть, просто объясняешь, то есть, здесь чисто фигурально находится, где какая кассета, чисто объясняешь, какую кассету туда поставить, какой решеткой что-то отделить. Все, и, в общем-то, пчеловод, или, вернее, помощник пчеловода приезжает на павильон и делает эту определенную операцию. Вот таким образом мы, в общем-то, учим людей, передаем такой опыт, не просто там по рамочной работе, делаем там, как тысячи тысячи, у нас немножко это все по-другому, мы более проще, на наш взгляд, к этому подходе. Маток мы меняем либо раз в два года, либо каждый сезон. Вот, работаем только с плотными матками, только с плотными матками. Матки у нас, как мы показали, либо облетываются на своем облетном пункте, либо мы покупаем уже плотных маток в других хозяйствах. Вот. Ну, мы считаем так, что пчела, это, в общем-то, как в армии, да, есть войска, которые ведут, как говорится, бои, а есть столовые вещи. И применять, делать, если в шестую технологию, то есть, облет матки в основной семье, мы считаем это нерационально, потому что теряется, ну, практически две-три недели теряются расходы развития семьи для того, чтобы облететься матки. И так же это очень трудоемно. То есть, нужно поотставить, это что-то у нас такое непонятно, что такое? А? А, это производство канди, да? Ну, давайте покажем, как мы производим канди. Ну, канди, все знают, что это такое, да? Это сахарная пудра, туда добавляется мёд, мёд мы добавляем только свой, так что боимся ну, занести какие-то хорошие вещи себе на пасеку. Существует вот такой тестомес, вот, это вот пудра, которую мы тоже закупаем. Сами мы не можем, у нас нет, мы это закупаем на производство. Вот. Замешиваем, добавляем туда лекарства. также может добавляться пыльца, то есть для раннего весеннего развития замешивается в канди пыльца и, в общем-то, очень хорошо стартуют на этом пчелы. Так, какая-то непонятная штука, но покажем, если кому интересно, можно посмотреть. как устанавливают, там был ролик, как мы здесь все устанавливаем. в Казахстане, там тоже пчеловод, там пчеловод, он использует какую-то технологию, которая производится где-то здесь, как раз в Чехии. Надо спросить, что это такое. То есть туда просто добавляется пчеловод, то есть берется сахар, потом идет нагрев, добавляется какое-то количество воды, и готовый канди. То есть у него есть такой видеоролик, мы как не могли подсмотреть, что это за обороты, мы так и не могли понять. Ну, как вы поняли, это создано. Лысой фирм. Шентель в Полоцке Шентель производится. Ну, сам канди у него стоит оборудование, вот это он делает. Не видел, надо будет просто сделать. Мед, сахар, размешалка, мед, сахар, размешалка, мед, сахар, размешалка, вот я сейчас вместе мемообразно у вас там идет. И это мемообразно смешалка, потом стараюсь, а потом сахар. Здесь сахар, сироп засыпается, идет засыпание, сироп. Потом за счет высокой температуры давления это все превращается в такое пастообразное существо, в такую ткань. Все. Больше ничего там не делилось. То есть, вот это проходит, то есть, это идет непосредственно поток. То есть, это, я не знаю, я понимаю, что это какое-то оборудование для производства помады. Вот так, наверное. Нет, там просто идет что-то с температурой. Ну ладно, мы не знаем, что это такое. То есть, я увидел этого пчеловода, сейчас мы хотим приобрести такую штуку. ну не знаю, вот, наверное, найдем, как идем. В конце концов, к нему съездим домой. Давайте приглашаем гостя, посмотрим. Вот. Одним из таких продуктов, который еще, в общем-то, дает неплохой, как вот, в пасеке, это секционный сотовый лег. Вот мы здесь видели, Михаил представляет панский сот. Вы, может быть, и слышали добрый сот. Такой. Мы его уже сделали, наверное, 15 назад, то есть, 2000, да, не 10, фактического воздуха его отпускали. То есть, он имеет хорошую продаваемость и хорошую цену. То есть, у нас его покупали по 650 рублей килограмм. У нас был договор. Распространяли мы его через, продавали через Ашаны. Ашан продавал в день более 700 килограмм. Такого нет. 2 минуты, мы сейчас покажем, что это такое. Ну, давайте ответим на ваши вопросы. Кому будет интересно, кому еще интересно, мы здесь, мы доступны. на вашем вопросе. Ну, ладно, все работаем. Да. Альбом, что он делает в Ашаны, это очень гермарк получается? Да. Ну, он идет уже в упаковке, то есть, это готовая упаковка. Он продается как штучный товар, не навес, как штучный товар. Да, как штучный товар. Это основная продажа была через Ашаны, но так же продавали через другие сети, через магазин. В общем, довольно-таки достойный, в общем, тот товар, который дает приличный товар. Если это касается ГОСТа, то, по-другому, ГОСТу был единственным на весь мир, и на такой мир, и на такой мир, и на такой мир, и на такой мир в России. Я думаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, но ГОСТу надо ходить. И все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ